Но свидания не было. Наступило 8 июля, праздник Казанской Богородицы, Крестный ход. Царь не был в Казанском соборе ни на одной службе. Через день 10 числа был также большой праздник в Москве, установленный с недавнего времени, праздник Ризы Господней, принесенный из Персии при царе Михаиле. Перед обеднию явился к патриарху князь Юрий Рамадановский с приказанием от царя, чтобы не дожидались его к обедни в Успенский собор. Но к этому приказанию Рамадановский прибавил еще другое. «Царское величество на тебя гневен», — сказал он. — «Ты пишешься великим государем, а у нас один великий государь — царь». «Называюсь я великим государем не сам собою», — отвечал Никон. Так восхотел и повелел его царское величество. Свидетельствуют грамоты, писанные его рукою. «Царское величество», — продолжал Рамадановский, — «почтил тебя, как отца и пастыря, но ты этого не понял. Теперь царское величество велел мне сказать тебе, чтобы ты вперед не писался и не назывался великим государем, и почитать тебя вперед не будет». Разговор этим кончился. Никон отправился в собор служить обеднюю и после причастия велел ключерю поставить по сторожу, чтобы не выпускать людей из церкви. «Поучение будет». Пропели «Буди имя Господне». Народ столпился около омвона слушать поучение и услыхал странные слова. «Ленив я был вас учить», — говорил патриарх. «Не стало меня на это. От лени я окоростовел, и вы, видя мое к вам неучение, окоростовели от меня. От сего времени я вам больше не патриарх. Если же по мыслю быть патриархом, то буду анафема». Как ходил я с царевичем Алексеем Алексеевичем в Калязин монастырь, в то время на Москве многие люди к лобному месту сбирались и называли меня иконоборцем, потому что многие иконы я отбирал и стирал, и зато меня хотели убить. Но я отбирал иконы латинские, писанные по образцу, какой вывез немец из своей земли. Вот каким образам надобно верить и поклоняться. При этом указал на образ спасов в иконостасе. «А я не иконоборец, и после того называли меня еретиком, новые декниги завел. И все это делается ради моих грехов. Я вам предлагал многое поучение и свидетельство вселенских патриархов, а вы в окаменении сердец своих хотели меня камением побить. Но Христос нас один раз кровью искупил. А меня вам камением побить, и мне никого кровью своей не избавить, и чем вам камением меня побить и еретиком называть, «Так лучше я вам от всего времени не буду, патриарх». Кончил и стал разоблачаться. Послышались всхлипывания, голоса. «Кому ты нас, сирых, оставляешь?» «Кого вам Бог даст и Пресвятая Богородица изволит», — отвечал Никон. «Принесли мешок с простым монашеским платьем, но тут толпа двинулась и отняла мешок. Никон пошел в ризницу и написал письмо к царю. «Отхожу ради твоего гнева, исполняя Писание. Дадите место гневу, и паки. Егда изженут вас от сего града, бежите в Аинград, и ежащи не приимут вас, грядущие отрисите прах от ног ваших». В ризнице Никон надел мантию с источниками, а клобук черный. Посох Петра митрополита поставил на святительском месте. Взял простую палку и пошел было из собора, но народ бросился к дверям и не впустил его. Выпустил только крутицкого митрополита Петерима, который пошел во дворец сказать царю, что делается в соборе». Алексей Михайлович сильно встревожился. «Точно сплю с открытыми глазами, и все это вижу во сне», сказал он и отправил в собор самого сыновитого боярина, князя Алексея Никитича Трубецкого. Многое переменилось с тех пор, как в 1654 году этот же самый Трубецкой перед отправлением в поход с благоговением принимал благословение Никона, бывшего во всей своей силе и славе. И теперь Трубецкой начал тем, что подошел от благословения к патриарху, но получил в ответ. «Прошло мое благословение. Недостоин я быть в патриархах». «Какое твое недостоинство? Что ты сделал?» спрашивал простодушно Трубецкой. «Если тебе надобно, то я стану тебе каяться», отвечал Никон. Трубецкой еще больше смутился. «Это не мое дело. Не кайся. Скажи только, зачем бежишь? Престол свой оставляешь». «Живи, не оставляй престола. Великий государь наш тебя жалует и рад тебе». «Поднеси это государю», — сказал Никон, подавая Трубецкому письмо. «Попроси царское величество, чтоб пожаловал мне келью». Трубецкой отправился во дворец. Никон в сильном волнении то садился на нижние ступени патриаршего места, то вставал и подходил к дверям. Но народ с плачем не пускал его. Наконец и сам Никон заплакал. Все ждали, что царь явится. Последует объяснение и примирение между ними. Но вместо царя вошел опять Трубецкой и, отдавая Никону письмо его назад, говорил именем царским, чтоб он патриаршества не оставлял. А келей на патриаршем дворе много. «Уже я слово своего не переменю», — отвечал Никон. «Да и давно у меня обещание, чтоб патриархом не быть». Поклонившись боярину, патриарх вышел из церкви. Но когда хотел сесть в карету, то народ бросился на нее и выпрек лошадь. Никон пошел пешком через Кремль к Спасским воротам. Но народ забежал вперед и запер ворота. Никон сел в одном из углублений, в Печуре. Тут явились посланные из дворца и заставили отворить ворота. Никон встал и опять пошел пешком через Красную площадь на Ильинку, на подворье построенного им Воскресенского монастыря, Нового Иерусалима. Благословил плачущий народ, отпустил его и через несколько времени сам отправился в Воскресенский монастырь. На третий день, 12 июля, туда поехали к нему князь Алексей Никитич Трубецкой и дьяк Ларион Лопухин. «Для чего ты, святейший патриарх?» — спрашивал Трубецкой. «Поехал из Москвы скорым обычаем, не доложа великому государю и не подав ему благословения. А если бы великому государю было известно, то он велел бы тебя проводить с честью. Ты бы, — продолжал боярин, — подал великому государю, государыне царицы и детям их благословения. Благословил бы и того, кому изволит Бог быть на твоем месте патриархом. А пока патриарха нет, благословил бы ведать церковь Крутицкому митрополиту. «Чтоб государь, государыне царицы и дети их пожаловали меня, простили, — отвечал Никон. А я им свое благословение и прощение посылаю. И кто будет патриархом, того благословляю. Бью челом, чтоб церковь не вдовствовала и беспастерна не была. А церковь ведать благословляю Крутицкому митрополиту. А что поехал я вскоре, не известив великому государю, и в том перед ним виноват. Испугался я, что постигла меня болезнь, и чтоб мне в патриархах не умереть. А вперед я в патриархах быть не хочу. А если захочу, то проклят буду. Анафема. По-видимому, Никон совершенно успокоился, приняв твердое намерение не возвращаться на патриаршество и занявшись исключительно заботами о своем любимом Воскресенском монастыре. Необыкновенным смирением дышит письмо его к царю, отправленное Струбецким или вслед за ним. Многогрешный богомолец ваш, смиренный Никон, бывший патриарх, о вашем душевном спасении и телесном здравии, Господа Бога, ей-ей со слезами молю, и милостью вас, Государе, и прощения прошу, Бога ради. Простите мне многое к вам согрешение, которому воистину нет числа. По отшествии вашего боярина, князя Алексея Никитича, с товарищами, ждал я от вас, великих государей, по моему прошению милостивого указа, не дождался и многих ради болезней своих, велел отвезти себя в Воскресенский монастырь. Приехал в Воскресенский монастырь окольничий Иван Михайлович Милославский и объявил Никону от имени царского, что боярин Борис Иванович Морозов опасно болен, и если патриарху была на него какая-нибудь досада, то он бы простил умирающего. Никон письменно отвечал государю. Мы никакой досады от Бориса Ивановича не видали, кроме любви и милости, а хотя бы что-нибудь и было, то мы – крестовы подражатели, и его Господь Бог простит, если как человек в чем-нибудь виноват пред ним. Мы теперь оскудели всем, и потому молим Твою кротость пожаловать что-нибудь для созидания Храма Христового Воскресенья и нам, бедным, на пропитание. А мы ради поминать его, боярина. Ничто так не пользует нашей души, как создание святых церквей, а всего полезнее для души его было бы, если бы он изволил положиться в доме живоносного воскресенья при святой Голгофе, и память бы такого великого боярина не пристала вовеки, и Бог бы ради наших смиренных молитв успокоил его. Но скоро тон писем Никона, и разговор его с посланными царскими изменяется. Раздраженный окончательно речами Рамадановского 10 июля, Никон решился поразить царя и народ своим удалением. Впечатление было произведено сильное, как мы видели, но все не такое, какого мог ожидать Никон. Царь не пришел для объяснения с ним в Успенский собор, не умолял его остаться, не просил торжественно прощения. Сцена, происходившая при избрании Никона на патриаршество, не повторилась. Но зато и речи, которые позволил себе Рамадановский, не повторялись более. Посланные царские относились к Никону с уважением. Царь присылал с теплыми словами, напоминавшими прежние отношения. Эти присылки и медленность царя относительно избрания нового патриарха испугали врагов Никона. Они видели, как царь волнуется тяжелыми сомнениями. Хорошо ли поступлено с Никоном? Действительно ли он виновен? И вот враги Никона стараются убедить Алексея Михайловича, что бывший патриарх действительно виновен. Сам царь дал знать Никону об опасности, пославшись сказать ему, что только он, государь, да еще князь Юрий, возможно, долгорукий, добры до него. Скоро после этого Никон узнает, что враги под ним подыскиваются, хотят показать его неправды, его грехи, его недостоинства, показать, что напрасно Никон старается внушить, будто удалился вследствие гонения неправедного, не стерпя неправды царской и грехов народных. Но что ему следовало оставить патриаршество по своему собственному недостоинству? Никон увидал перед собой ту бездну, которой привел его поступок 10 июля. Возврата не было. И вот поднимаются искушения. Человек, привыкший стоять на первом плане, привыкший, чтоб все и все к нему относились, все пред ним преклонялись, ставлен, забыт, мало того, отдан на жертву врагам, которые позорят его. Человек, привыкший к обширной и видной деятельности, принужден ограничиться мелкими заботами о постройке монастыря. Явились и другие искушения, привыкшие к роскоши, изобилию во всем. Никон сильно чувствовал отсутствие этой роскоши, этого изобилия в Искресенском монастыре. Все это начало волновать, раздражать натуру, столь способную волноваться и раздражаться. Нравственного величия. Христианского духа Никону недоставало для преодоления искушений. И вот он ищет средств, как бы удержаться в выгодном положении и относительно чести, и относительно средств жизни, выставляет такие права свои, которые могли казаться незаконными и опасными даже и не врагам его. Раздражение, борьба и соблазн усиливают. Патриарху дали знать, что пересматривали его бумаги, что всяких чинов людям запрещено ездить к нему в Искресенский монастырь. И Никон пишет государю, «Молю не прогневаться на богомольца вашего. Решаюсь писать к тебе о нужнейших делах, уповая на прежде бывший твой благий нрав обозе. Слышал я, что ты велел возвратить, что прежде дал святой великой церкви. Умоляю тебя Господом не делать этого. Ты, великий государь, через стольника своего Фанасья Ивановича Матюшкина прислал мне свое милостивое прощение. А теперь, как слышу, ты поступаешь со мною не как с человеком прощенным, но как с последним злодеем. Пересмотрены худые мои вещи, оставшиеся в келье. Пересмотрены письма, а в них много тайн, которых никому из мирских людей не следует знать, потому что я был избран как первосвятитель, и много ваших государевых тайн имею у себя. Также много писем от других людей, которые требовали у меня разрешения в грехах. Этого никому не должно знать, ни самому тебе. Дивлюсь, как ты скоро дошел до такого дерзновения. Прежде ты боялся произнести суд над простым церковным причетником, а теперь захотел видеть грехи и тайны того, кто был пастырем всего мира, и не только сам видеть, но и мирским объявить. Скую наше ныне судится от неправедных, а не от святых. Слышим, что все это делается для того, чтобы отобрать твои грамоты, в которых ты писал нас великим государем, не по нашей воле, а по своему изволению. Не знаю, откуда взялось это название, но думаю, что от тебя. Ты писал так во всех своих грамотах, и к тебе так писано в отписках изо всех полков во всяких делах, и невозможно этого исправить. Да, потребится злое мое и горделивое проклятое название, хотя и не по своей воле получил я его. Надеюсь на Господа, что нигде не найдется моего хотения и веления на это. Разве ложно сочинят? Ради этих ложных сочинений я много пострадал, и стражду Господа ради от лжебратьей. Что сказано мною со смирением, то передано гордо, что сказано благохвально, то передано хульно, и такими лживыми словами возвеличен гнев твой на меня. И стезуют от меня то, чего не хотел, не искал, называться великим государем, перед всеми людьми укорен и поруган понапрасну. Думаю, и ты помнишь, что и во святой литургии слыхал, по нашему указу кликали великим господином, а не великим государем. Субтитры создавал DimaTorzok